В прошлый раз мы остановились на том, что мы изучали квадратичные или билинейные симметричные функции не просто в линейном пространстве, а в эвклидовом пространстве. То есть преобразование координат мы допускали только ортогональное, то есть те, которые переводят ортонормированный базис в ортонормированный. И доказали, что с помощью ортогональных преобразований любую квадратичную форму можно привести к так называемому каноническому виду. Значит, вот такому. В некотором подходящем ортонормированном базисе. Кроме того, мы с вами доказали, что коэффициенты при квадратах, которые фигурируют в каноническом виде, определены однозначно с точностью до перестановки. Ну а теперь мы разберем, как в обычных задачах, решая обычные задачи, можно найти такой канонический вид. Значит, f у нас квадратичная функция. Значит, f большой мы обозначаем обычно делинейную симметричную, которая связана с квадратичной функцией f. Через b большой мы обычно обозначаем матрицу этих, либо квадратичной, либо делинейной симметричной функции. Значит, вот я напомнил обозначение. Значит, и остановились мы в прошлый раз на том, что мы рассмотрели следующую билинейную функцию. Давайте мы ее f с индексом лямбда обозначим. Значит, здесь скобки вот эти, это другие скобки, чем здесь. Значит, здесь скобки – это просто обозначение на то, что функция f берется от аргументов x и y, а здесь скобки – это скалярное произведение. Значит, это билинейная симметричная функция для любого лямбда. Давайте посмотрим на эту функцию в случае, когда лямбда равно одному из чисел лямбда 1, лямбда n. Возьмем в качестве лямбда 1, лямбда. Ну, скажем, лямбда с номером i. Значит, и посмотрим на соответствующую билинейную симметричную функцию. Легко сообразить, что эта функция будет вырожденной. И легко даже посчитать, какой вектор лежит в ее ядре. Я напомню, что вообще у нас, если есть произвольная билинейная функция, то ее ядром, значит, если она симметричная, то неважно левым или правым. Значит, у нас было два понятия – левая и правая, но когда функция симметричная, то они совпадают. Значит, это такие значения x, для которых f от x, y равно 0 для любого вектора y из всего пространства. Значит, давайте посмотрим, какое будет тут ядро. Значит, нам надо найти все такие иксы, что f от x, y минус λ и x, y равно 0. Ну, мы еще не вводили обозначение для базиса, в котором все это у нас происходит. Вот канонический вид, он принимается для некоторого базиса. Мы выяснили, что есть преобразование, которое переводит исходный базис, произвольный, к новому с помощью ортогональной замены координат. Значит, и вот этот базис, в котором f от x имеет канонический вид, давайте как-нибудь обозначим. Значит, обозначим его, скажем, e1, e, n. Значит, посмотрим на вектор e и, ты, лежит ли он в ядре f λ и. давайте проверим для этого надо просто вы подставите это вот в эту формулу что и выяснить равно ли это нулю при всех игроках или нет мы кратко это обсуждали в прошлый раз но сейчас я думаю что лучше это подробно расписать если у игрока координаты игрок 1 игрок н то подставляя его сюда мы получаем давайте сначала f от вот этого посчитаем поскольку f функция линейная по второму аргументу то мы получим что это игрок 1 и 1 плюс и так далее где-то посерединке будет игрок это вот но со скалярным произведением проще наверно там сразу понятно что раз базе сорта нормированы то останется только игрок и лямбда и и и все потому что я и и же равно единице или нулю сейчас минус тут виноват минус минус игрок и то лямбда и то вот мы теперь давайте посмотрим на значение билинейной симметричной функции на базе векторах и и и и 1 1 1 функция наша имеет вот такой вот вид в ней нету слагаемых вида вот такого это значит что матрица этой функции имеет диагональный вид вне диагональные элементы равны нулю остается только вот это слагаемая но f и и и запятая и это значение функции на векторе с координатами все нули кроме единицы на и там месте глядя на эту формулу мы понимаем что f и и и и равно лямбда и и что слагаемая вот x это x первое конечно ну да если равно если равно единице то вот первое слагаемое будет в этой сумме всего одно слагаемое отлично от нуля значит если и вдруг я в общем виде пишу если хотите могу отдельно написать что значит если и равно единице то нулю будет не равно первое слагаемое если и равно двойке то не нулевым будет второе слагаемое и так далее значит вот одно слагаемое будет не нулевым ты равно это дело у нас лямбда и это то есть получается 0 и так для любого игрок но пол игрок был произвольным вектором значит любого игрок мы получили что я это лежит в ядре ф лямбда и то вот теперь я упростительный знак истираю получаю вот что ядро содержит по крайней мере один ненулевой вектор а значит значит белинейная симметричная функция f лямбда и то является вырожденной так как ядро f лямбда и то содержит не только нулевой вектор но и некоторые ненулевой то есть мы получаем что это функция f лямбда и то вырождена то есть матрица ее является тоже вырожденной а матрица ее как устроена матрица f лямбда и то равна значит есть b минус лямбда и то и значит b это матрица функции f минус единичная матрица умноженное на лямбда потому что f лямбда и то и и и и ежи равняется f от и и и ежи минус лямбда и то и и ежи у скалярного произведения матрица единичная ну а у функции f ну какая матрица есть такая матрица и есть что это равенство уже записано в произвольном базисе а не только в исходном берем произвольный базис в произвольном базисе b это матрица функции f большое тогда вот эта разность будет матрицей функции f лямбда и то в том же самом базисе так ну и получается что у нас что определитель вот этой матрица b минус лямбда и то и равно нулю если естественно лямбда и то один из коэффициентов канонического вида у вас уже наверно встречалась раньше в курсе аналитической геометрии вот такая разность вот давайте мы значит этот определитель поскольку он по лямбда будет многочленом давайте мы такой определитель такому определителю дадим специальное название назовем его характеристическим многочленом матрицы b аналитическим многочленом матрицы б из при заменах координат характеристическим многочленом вообще говоря меняя изменяется если значит если c это матрица перехода от одного базиса к другому то давайте посмотрим как меняется эта штука значит b с волной это c транспонированная b c значит вместо е значит е это у нас матрица заданная скалярным произведением значит если базис произвольный то вместо единичной матрицы у нас появится матрица грамма вообще говоря она равна просто произведению c транспонированная на c вообще говоря понятно что определитель такой вообще говоря изменится будет естественно в старом базисе был определитель b минус лямбда е то в новом будет определитель b с волной минус лямбда е вот на изменится он вполне контролируемым образом он просто весь многочлен будет умножен на определитель c в квадрате таким образом хотя сам характеристический многочлен может измениться при заменах базиса но все изменения сводятся просто к умножению на некоторое положительное число значит определитель c нулю не может равняться поэтому это умножение на некоторое неравное нулю число если два многочлена отличаются просто неким множителем неравным нулю то что можно сказать про их корни они совпадают таким образом корни характеристического многочлена не зависят от выбора базиса значит корни так 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 ну и давайте лему сформулирую о том что лямбда корень характеристического многочлена матрицы б билинейной симметричной функции ф тогда и только тогда когда лямбда один из коэффициентов канонического вида так 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 причем заметим что в одну сторону мы эту лему уже доказали мы доказали что если лямбда один из коэффициентов канонического вида то соответствующий определитель равен нулю а значит лямбда и то есть его корень так что в эту сторону мы уже доказали значит если лямбда и то есть коэффициент в каноническом виде то б минус лямбда и то я вырождена значит лямбда и то я корень характеристического многочлена теперь давайте другую сторону проверять это утверждение берем корень характеристического многочлена пусть лямбда и то и корень этого характеристического многочлена это означает что матрица вырожденная соответственно что ядро f минус лямбда и то ядро f лямбда и то содержит что не только нулевой вектор но и что-то нетривиальное потому что если бы он ядро f лямбда и то содержало только нулевой вектор то тогда вот эта матрица b минус лямбда и то я была бы не вырождена а мы знаем что лямбда и то ее корень так значит содержит ненулевой вектор давайте выберем какой-нибудь ненулевой вектор единичной длины если у нас вектор другой длины ненулевой то поделим на соответствующую длину и что будем считать что это вектор е1 длины единица и что ненулевой вектор из ядра поскольку поскольку он из ядра мы знаем что f лямбда и то от е1 y равно нулю любого вектора y раз е1 из ядра но это у нас равно f лямбда лямбда f е1 y минус лямбда и е1 y давайте запишем игрок в виде двух слагаемых одно пропорционально е1 а другое ему перпендикулярно запишем игрок как сумму проекции и на е1 и ортогональной составляющей так что игрок 1 это какой-то коэффициент на е1 а игрок 2 перпендикулярно е1 а и и и и и и Как положено, подставим и посчитаем, что получится. f от e1 α y1 плюс y2 минус λi t e1 y1 плюс y2 равно 0. Воспользуемся линейностью αe1 плюс αe1. Альфа f от e1 e1 плюс f от e1 y2 минус λi t α. e1 у нас единичной длины минус λi t. А, и все, потому что e1 и y2 перпендикулярны. Давайте теперь посмотрим, что означает, что e1 лежит в ядре λi. Это означает, что если мы запишем координаты e1, x1, xn, b минус λi t e умножить на столбец координат x1, xn равно 0. Значит, вот что означает, что e1 принадлежит ядру f λi. Значит, вот это произведение равно 0. И давайте посчитаем f от e1 e1. Значит, f от e1 e1 равняется f λi t e1 e1 плюс λi t e1 e1. Но это равно 0, потому что e1 лежит в ядре f λi. Поэтому получаем просто λi t. Итак, здесь α на λi t сокращается. Остается f от e1 y2 равно 0. Значит, y у нас произвольное. Отсюда вывод, что f от e1 z равно 0 для любого z перпендикулярного e1. Так, ну и какой отсюда можно сделать вывод? Такой, что если e1 взять в качестве первого вектора базиса ортонормированного, то матрица билинейной симметричной функции f в этом базисе имеет такой вид. Значит, λi t в левом верхнем углу, а вся остальная первая строчка и весь остальной первый столбец состоят из нулей. Потому что я напомню, что в них должны быть записаны f от e1 ei. Когда i больше единицы, значит, эти значения равны нулю. Вот это у нас первая строка и симметрично ей располагается первый столбец. Итак, матрица имеет такой блочный вид. Слева вверху некоторое число, а дальше она раскладывается на такие вот блоки вдоль диагонали. Значит, маленький блок одномерный и n минус одномерный. Значит, мы знаем, что f можно привести к диагональному виду, к каноническому. И λi t будет одним из коэффициентов, потому что коэффициенты в каноническом виде определены однозначно. Значит, в этом базисе f от xx имеет вид λi t x1 в квадрате плюс там что-то еще. Значит, я многоточие пишу. Значит, многоточие можно привести тоже к каноническому виду. Значит, приводим к каноническому виду. И получаем, что в каноническом виде λi t один из коэффициентов. Ну вот, собственно говоря, все. Мы доказали, что если λi корень, то он будет одним из коэффициентов в каноническом виде. Значит, теперь давайте посмотрим на какие-то вопросы. Окей. Значит, теперь давайте посмотрим на то, что мы делали с другой точки зрения. Вроде как формально все будет то же самое. Мы поменяем только угол, под которым мы на это смотрим. Итак, значит, что мы умеем делать с квадратичными функциями? Или что то же самое с симметричными билинейными? Значит, во-первых, мы умеем произвольную функцию с помощью произвольной замены базисов приводить к нормальному виду с помощью произвольных замен, не обязательно ортогональных. И еще мы умеем, если у нас задано скалярное произведение, то мы с помощью ортогональных преобразований умеем к каноническому виду приводить. Итак, произвольными преобразованиями к нормальному виду, к каноническому виду с помощью ортогональных преобразований, если задано скалярное произведение. Теперь давайте вспомним, что скалярное произведение – это частный случай симметричной билинейной функции. И попробуем. Да, значит, давайте сначала заметим вот еще что. Значит, когда мы приводим к каноническому виду, то сама функция f принимает вид f от x, x, λ1, x1 в квадрате плюс и так далее, λn, xn в квадрате. А скалярное произведение в ортогонированном базисе записывается просто как сумма квадратов. Получается, что мы умеем приводить функцию f к вот такому виду, и при этом в том же самом базисе скалярное произведение записывается вот в таком. То есть обе эти функции, что f, что скалярное произведение, имеют диагональные матрицы в одном и том же базисе. Значит, матрица f – это λ1, λn, а матрица грамма для скалярного произведения – это просто единичная матрица. Итак, в одном и том же базисе. Давайте вот запишем g от x, y – скалярное произведение. Значит, тогда g от x, y в этом случае будет записываться в таком виде. Значит, матрица g будет просто единичная. Вот, и я сейчас ничего нового не скажу, просто переформулирую то, что мы уже знаем с другой точки зрения. Пусть в линейном пространстве даны две. Ну, давайте квадратично я буду писать. Даны две квадратичные функции f и g, причем g положительно определена. Тогда существует базис, в котором f имеет вид… Значит, hg, соответственно… Значит, hg, соответственно… В этой теореме… Сейчас мы про доказательства чуть-чуть поговорим, потому что доказывать тут нечего. Значит, это просто переформулировка того, что мы и так уже знаем. Но полезная переформулировка. Значит, дело в том, что положительная определенность позволяет считать, что функция g, g, а точнее, связанная с ней симметричная билинейная функция, задает скалярное произведение. Значит, g положительно определена. Определена, следовательно, функция g, которая связана с g маленьким тем, что g от x, x – это g маленькая от x. Или, наоборот, g от x – это g от x, y, 1, 2, g от x плюс y минус g от x минус g от y. Вот связь между квадратичными и билинейными симметричными функциями имеет вот такой вид. Мы ее уже сколько-то раз обсуждали. Я еще раз напоминаю. Так вот, если g положительно определена, то функция g большое задает скалярное произведение v. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить наше определение скалярного произведения. Значит, я напомню, что скалярное произведение должно удовлетворять трем условиям. Во-первых, оно симметрично. Для функции g это очевидно. Уже функция симметричная. Во-вторых, она линейна по каждому аргументу. Это тоже для функции g, поскольку она билинейная. Это очевидно. И чуть менее очевидное последнее свойство – положительная определенность. Ну, вот недаром оно так и называется. Положительная определенность. Я напомню, что это означает, что x, x всегда больше или равно нуля. И если скалярное произведение равно нулю, то сам x равен нулю. Это определение, которое у нас было сколько-то там, полтора месяца назад или чуть меньше. Значит, про скалярное произведение. Так вот, если функция g положительно определена, это как раз и означает, что g от x строго больше нуля для любого неравного нулю x. Значит, все три аксиомы скалярного произведения выполнены. Положительная определенная функция задает некоторое скалярное произведение v. А дальше мы уже знаем, что если есть скалярное произведение, то есть ортогональное преобразование, которым можно функцию f привести вот к такому виду. При этом сама формула доскалярного произведения, конечно же, уже не изменится. Это и будет сумма квадратов, раз базис ортонормированный. Ну вот, давайте, наверное, на этом остановимся, сделаем перерыв. Скалярное произведение вводится искусственно по квадратичной функции g, которая просто положительно определена. Значит, это скалярное произведение, вообще говоря, не обязано совпадать с тем самым, которое задано в том пространстве, в котором мы живем. Значит, это вообще, говоря, другое скалярное произведение. Мы знаем, что скалярных произведений может быть много. Их, на самом деле, ровно столько же, сколько положительно определенных квадратичных функций. Вот каждая из них позволяет ввести, каждая функция положительно определенная квадратичная, g позволяет ввести свое скалярное произведение. Но главное, что для них выполняются все аксиомы обычного скалярного произведения. Вот симметричность, билинейность и положительная определенность. Поэтому все, что мы знаем про эвклидовое пространство, можно применять для пространства, в котором скалярное произведение задано вот этой положительно определенной квадратичной функции g. После этого мы по теореме приводим f от x к такому виду с помощью ортогональных, замен координат ортогональных по отношению к скалярному произведению, которая задана функцией g. По теореме о квадратичных, о каноническом виде. Теореме о каноническом виде квадратичных функций в эвклидовом пространстве. Приводим f к нормальному виду. И преобразование при этом является ортогональным по отношению к функции g. с ортогональным преобразованием. По отношению к одному из многих, вообще говоря, скалярных произведений, а именно по отношению к тому, которое задано квадратичной функцией g. А потом смотрим, как выглядит функция g в этих же координатах. Вот f мы привели к каноническому виду. В каких-то там координатах есть замена координат подходящая, в которых f выглядит таким образом. Теперь давайте посмотрим, как g там выглядит. g, поскольку базис ортонормированный по отношению к функции g, то g, функция скалярного произведения, выглядит как и должна выглядеть в ортонормированном базисе с суммой квадратов координат. Вот и все рассуждение. Ключевым является то, что базис, в котором f и g имеют диагональный вид, один и тот же. То есть мы одновременно одним преобразованием переводим f к каноническому виду, а g к нормальному. Для решения практических задач, как мы две квадратичные функции можем привести к такому виду, если они нам даны. Вот полезно следующее сведение этого к характеристическому многочлену. Значит, вот пусть f, ну, b давайте, b – матрица функции f квадратичной, а, скажем, g – матрица функции g маленькая. Значит, вот даны нам две матрицы двух квадратичных функций. Про g, допустим, мы знаем, что g положительно определена. Это значит, что при подходящем переходе, при подходящей матрице перехода c, значит, мы из g можем получить матрицу вот такой вот функции, то есть единичную. g есть c транспонированная на c для некоторой матрицы c. Единичную матрицу посерединке между c и c транспонированным писать не обязательно. Значит, вот воспользуемся той же самой заменой, которая, значит, единичную матрицу переводит в матрицу g. Значит, в матрицу f она переводит… Сейчас, только наоборот, наверное, да, матрица c от… Ну, в одной системе координат у нас матрица e в другой g, значит, соответственно, в той, где матрица g, там же матрица b. Ну, а здесь какая-то матрица b с волной будет. Значит, в одной системе координат g и b, в другой, с помощью той же самой матрицы перехода c, значит, одна матрица будет единичная, а другая какая-то b с волной. Вот b минус λg, определитель, значит, равен… Значит, давайте напишем вместо g c транспонированное c, вместо… Здесь напишем c транспонированное b с волной c минус λc транспонированное e c, и, как обычно, c и c транспонированное вынесем наружу. Значит, получим, что корни вот этого многочлена совпадают с корнями того, где уже вместо матрицы g – матрица e. Значит, вот эту последнюю матрицу мы должны использовать для нахождения лямбд в каноническом виде. Но раз корни совпадают, то вот этими коэффициентами лямбда 1 и лямбда n являются корни вот теперь вот этого многочлена b минус лямбда g. Итак, значит, коэффициенты канонического вида – это корни многочлена вот такого уже b минус лямбда g. Ну, я не зря пишу букву g здесь, потому что, на самом деле, конечно, те, кто помнит про матрицы грамма, значит, понимают, что речь идет как раз про нее. Значит, даже обычное скалярное произведение можно записать в неортонормированном базисе, тогда получится матрица не единичная, а вот какая получится. Вот это и есть матрица грамма для произвольного базиса, с которого мы начинаем. Итак, коэффициенты лямбда 1 и лямбда n ищутся как корни вот этого характеристического многочлена, где вместо единичной матрицы написана матрица положительно определенной квадратичной функции. Значит, вот такой многочлен называется обобщенным характеристическим многочленом. Значит, когда единичная матрица – это просто характеристический многочлен, а когда матрица квадратичной функции g, то, значит, обобщенный характеристический многочлен. На самом деле, вот эта теорема, она в каком-то смысле удивительная. Во-первых, тут работает тот самый трюк изменения точки зрения. Вот мы вместо того, чтобы смотреть на функцию g как на просто положительно определенную квадратичную, мы смотрим на нее как на функцию, которая задает скалярное произведение. И это позволяет сразу одновременно две квадратичных функции можно провести одной и той же заменой координат к диагональному виду. На самом деле, оказывается, что это возможно далеко не всегда. Давайте, для того чтобы убедиться в этом, что далеко не любые две квадратичные функции, можно привести одновременно к диагональному виду. Давайте сначала заметим вот что. Пусть f и g две произвольных квадратичных функции без предположения о том, что одна из них положительно определенная. Значит, если их можно одним преобразованием обе сразу... Если существует замена базиса, которая приводит одновременно и f и g к одному... к диагональному виду, то корни обобщенного характеристического многочлена являются вещественными. Доказательство довольно простое. Что означает, что существует замена базиса, которая приводит и f и g. Одна и та же замена базиса приводит их к диагональному виду. Значит, в некотором базисе f имеет вот такой вид. а g от x, ну такой же вид, но с какими-то другими коэффициентами. Давайте составим обобщенный характеристический многочлен. Во-первых, матрица. Значит, матрица f имеет вид на диагонали λ1, λn вне диагонали нулей. Минус λ, уже тоже матрица диагональная. На диагонали числа μ1, μn вне диагонали нулей. Значит, вот такой определитель. Но поскольку все диагональное, получаем просто произведение диагональных элементов. Ну, понятно, что все корни – вещественные числа. Это просто отношение λ к μ. Значит, если μ равно нулю вдруг какое-то, то, соответственно, скобки не будет. Потому что, соответственно, ну просто будет число какое-то умножаться на остальные. Значит, все корни тут получаются вещественными. Ну и теперь давайте пример приведем, когда две функции одновременно одной и той же заменой координат привести к диагональному виду нельзя. Вот давайте возьмем матрицы для функций вот такие. Ну, это означает, что f от x равняется 2x1x2, а g от x равняется x1 в квадрате минус x2 в квадрате. Вот я матрицы написал, функции написал вот такие. И то и другое нормальная вполне себе квадратичная функция в размерности 2. Значит, всего две координаты. Ну, давайте посмотрим на обобщенный характеристический многочлен. Значит, минус лямбда квадрат минус 1 равно нулю. Корни не вещественные. Значит, вот мы получили препятствие, которое не позволяет привести две квадратичные функции одновременно одной и той же заменой к диагональному виду. Вот если бы это можно было, то корни должны были быть вещественными. А здесь они, значит, комплексные. При этом корни, значит, если бы мы в другом базисе это все записали, значит, корни бы при этом не изменились бы. Характеристический многочлен, обобщенный характеристический многочлен может поменяться, но только умножится на какое-то ненулевое число. Корни его при этом не меняются. Так, окей, ну вот на этом мы заканчиваем изучение билинейных и квадратичных функций. И переходим к следующей теме, которая уже будет почти до конца. Значит, это тема операторы в линейных пространствах. Сейчас я, наверное, напомню то, что мы и так уже про них частично знаем, хотя, может быть, и не подозреваем, что знаем. Ну а со следующего раза мы уже более систематически будем их изучать. В начале семестра мы, когда говорили о линейных пространствах, говорили, что вот отображение одного в другое называется линейным отображением. Значит, если f от лямбда v, если f произведение переводят в произведение, а сумму в сумму. Так вот, значит, линейное отображение мы будем называть линейным оператором. Значит, если w и v это одно и то же пространство. Значит, когда мы говорили про произвольное линейное отображение, мы выяснили, как они, значит, что каждому линейному отображению соответствует матрица, значит, и каждому линейному оператору тоже соответствует матрица. Причем эти матрицы зависят от выбора базиса. В одном базисе, значит, одному и тому же оператору могут соответствовать в одном базисе одна матрица, а в другом другая. Значит, я напомню, как эти матрицы определялись. Значит, тут возьмем базис E1, E, N. И посмотрим, во что переводит линейный оператор эти базисные вектора. Значит, f от E1 это какой-то вектор V. W и V у нас совпадают, значит, это какой-то вектор V. Значит, его можно разложить по тому же самому базису. Вот давайте разложим его A1, 1, E1, A1, N, E, N, где A это некоторые коэффициенты. Вот эти коэффициенты и составляют матрицу, которая нам и нужна. Значит, если мы их по столбцам запишем, то получим матрицу. матрицу оператора F. Если базис брать другой, то и матрица, естественно, получится другой. И мы выясняли, когда говорили про общее линейное отображение, мы выясняли, как матрицы меняются при заменах базиса. Значит, я напомню формулу. Когда у нас было два пространства V и W, у нас было две матрицы перехода. Для базиса в V одна матрица, для базиса в W другая. Но здесь, когда пространство одно и то же, базис тоже, естественно, один и тот же. Значит, получается формула вот такая вот. Это просто следствие той формулы про линейное отображение. Обращаем внимание, что матрица и для билинейных функций, и для операторов меняются и той, и другой квадратной матрицы. Но формула для замены координат другая. Значит, для билинейных функций C транспонированная, а тут C в минус первой. В случае, если сразу обмысленно отметим, что если вдруг матрица C ортогональная, то в этом случае формулы для замены матриц совпадают, что для билинейных функций, что для линейных операторов. Через некоторое время мы выясним, почему это так и в чем тут глубокий смысл. Вот пока вот просто отметим, что формулы разные. Что еще характерно тут? Еще тут можно сказать, что для операторов есть дополнительная структура, дополнительная операция. Это так называемая композиция. Значит, если у нас есть два линейных оператора, то можно определить их композицию. Это последовательное применение сначала одного, потом другого. При этом порядок со множителей может быть и тот, и другой. Маленький кружок означает композицию, умножение, если хотите. Значит, мы можем сначала применить к вектору V линейный оператор G, потом F можем наоборот. Естественно, результаты не обязаны совпадать. Кстати, контрольный вопрос. Вот если AF – это матрица F, а G – матрица G, то чему будет равна матрица композиции F и G? Значит, произведение этих двух матриц, но, кстати, вот в каком порядке. Вот так или наоборот? Точно? Давайте проверим. Значит, как записать результат действия оператора на вектор X? Значит, это некоторый вектор с координатами. Какими? Значит, надо взять A1, 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 N, A1, A1, N. Сейчас. Ну, там у нас сначала… Ну, давайте G сначала напишем. А тут матрица для G будет B. Давайте это… Я уже не буду ее выписывать. Значит, элементы матрицы A, G будем обозначать буквами B. Значит, G от X получается умножением вот этой матрицы на столбец X. Вот G от X равно произведению вот этой матрицы на столбец X. В результате получится… Значит, в результате получится… Вот это произведение – это тоже столбец. Значит, когда мы умножим по правилу строку A столбец, мы получим как раз столбец, к которому дальше надо применить F. Значит, применение F – это умножение столбца на матрицу. Возьмем столбец справа, матрица слева. По-другому умножить нельзя. Значит, придется приписать матрицу A слева. Слева, да? Значит, это будет произведение… Вот композиция F от G от X. Значит, это будет задаваться умножением на вот такую матрицу. То есть, вот слева в произведении АФ, справа – АЖ. Вот я правильно написал. Получается, что кроме структуры обычного линейного пространства, для линейных операторов есть еще дополнительная операция умножения. И линейные операторы тем самым образуют кольцо. Вот давайте мы обозначение введем L от V. То есть, это множество всех линейных операторов в линейном пространстве V. Значит, в нем есть структура, во-первых, линейного пространства и еще структура кольца. Значит, сложение обычное. И еще вот умножать можно друг на друга. Причем кольцо, вообще говоря, не коммутативное, потому что произведение матриц не коммутативно. Введем понятие еще одного определения, так называемого инвариантного подпространства. Значит, подпространство L, V называется инвариантом относительно оператора F. Слово L я буду часто пропускать под оператором. Значит, мы подразумеваем линейные операторы, других у нас не будет. Итак, значит, подпространство называется инвариантом относительно оператора F, если... Для любого элемента x из L результат действия на этот x оператором F тоже лежит в L. Давайте примеры посмотрим. Ну, наверное, один из самых простых примеров. А, ну, совсем тривиальный простой пример – это тождественный оператор, который ничего не меняет. Тождественный оператор. Значит, обозначается он ID от слова identity. Значит, тождественный оператор устроен так, что он любой вектор x переводит в себя. Значит, все вектора не меняются под действием тождественного оператора. Для тождественного оператора любое пространство, конечно же, является инвариантным по этому определению. Любое пространство переводится оператором F в себя. Чуть менее тривиальные примеры. Например, поворот на плоскости на какой-то угол. Вот наше линейное пространство V – это вектора плоскости. Значит, тут поворот на некоторый угол F. Значит, есть ли инвариантное подпространство для такого оператора на плоскости? Ну, если фи, конечно, не ноль и не… сколько? Не пи. Ну, подпространство, когда размерность всего пространства равна 2, то подпространство может быть только нетривиальное, только в размерности 1, да? Значит, размерность L имеет смысл обсуждать только, когда она равна 1 для плоскости. Значит, вот есть ли какое-то одномерное подпространство, которое переводится поворотом в себя? Что, это трудный вопрос? Поворачивайте плоскость на угол фи. Есть какая-то прямая, которая остается на месте? Неужели есть? Так, ну ладно, раз как-то вы странно реагируете, то пусть этот вопрос останется у вас в качестве домашнего задания. Теперь еще один пример. Скажем, симметрия. Значит, вот берем плоскость и, скажем, отражаем ее симметрично относительно оси Х. Значит, есть ли у такого линейного оператора инвариантные подпространства? Да. Так. А сколько их? Ну, если относительно Х. Так, два. То, которое Y тоже. То, которое Y тоже. Совершенно верно, потому что вот эта прямая, она, так сказать, переходит в себя же. Вектора-то переходят в минус вектора, но вся прямая остается на месте. Так что для этого примера два инвариантных подпространства. Ось Х, ось У. Значит, ось Х, ось У. Так, ну и еще, наверное, давайте один простой пример. Вот, скажем, линейное пространство многочленов, а оператор дифференцирования. То есть, берем многочлены степени, допустим, не выше N, а переменной Х. Значит, это V у нас. Значит, оператор F дифференцирования. То есть, взятие производной по Х. Значит, многочлены переходят в многочлены степени на единицу меньше. Значит, такой вот линейный оператор. Вот давайте вы, наверное, тоже дома вместе с поворотами подумайте, какие есть инвариантные подпространства вот в этой ситуации. Все, хорошо, хорошо. Встречают степень. Продолжение следует...